приветствую вас уважаемые автовладельцы и автолюбители раз я сегодня нахожусь в студии то у нас приложение к передаче автомобиль о чем поговорим а как и обещали сегодня мы покажем тест-драйв машинке оптимой sportage целиком то есть с тестом на управляемость которой мы не показали в программе ну начнем по порядку сначала давай же врубай кино сегодня у нас на тесте сразу два автомобиля ну как вам новинки я имею ввиду с точки зрения дизайна ну собственно и по моему так все понятно красивый автомобиль тем более машина нового поколения вот если смотреть сбоку стало ну откровенно немецкой а вот новый sportage дело в том что мне очень нравилась машина предыдущего поколения более того я считал ее одним из самых симпатичных кроссоверов в своем классе а возможно даже самым симпатичным и поэтому мне было дюже любопытно каким же нарисуют новый sportage корейцы но хорошо не корейцы немец питер шраер а вот таким скажу честно был ошарашен но потом присмотревшись вот к этим линиям а ведь молодец питер он ушел от смазливости которая была в машине предыдущего поколения в пользу солидности и поступил мудро то что sportage стал солидней я заприметил когда еще гнали машины на полигон сижу за рулем оптимы бросил взгляд в зеркало заднего вида что это за необычный белый porsche приклеился у меня на хвосте ах да это же sportage вон куда замахнулся питер шрайер и ведь в плагиате не обвинишь рассматриваю новинку ну никакого взаимствования нет но приглядываешься и видишь те самые знакомые немецкие нотки кстати и в интерьере тоже дух такой немецкий и сборка достойная хотя материалы конечно проще точно такие же ощущения и при разглядывании оптимы это бмв или audi при том купе образная садишься за руль опять дежавю нет конечно не буду перехваливать до немцев не дотягивают но оптима и более доступно так что баланс цены качества соблюдается хорошие задние места sportage и просторно удобно наклон спинки можно менять но в оптиме еще больше места в общем визуальные и тактильные ощущения в новых корейцах нам понравились и главное прогресс то продолжается вы посмотрите какими опциями напичкана современная икеа что желаете контроль слепых зон или подзарядить телефон без проводов или круговой обзор кстати реализация этой опции сделано очень достойно тут корейцы перепрыгнули некоторых японцев которые не брезгуют делать все по упрощенки применяя дешевые камеры из-за чего картинка получается мутной тут все четко реалистично а еще изображение есть не только при движении задним ходом но и передним при парковке узких местах помогает и кстати о самопарковки может быть здесь проколется киа ведь поймали же мы родственные хенды genesis на ошибки при перпендикулярном паркинге несколько раз мы ставим задачу припарковаться перпендикулярно параллельно разумеется тоже умеет и без ошибок похоже проходит то время когда корейцы уступали и по количеству и по качеству опций и японцам и европейцам ну а как едут вот тут у нас к машинам предыдущего поколения были претензии особенно к спортейдж как бы он не был красив но походовки его не особо хвалили и жестковат и шумноват что же скажет поколение next а тест ходовой начнем взглядом снизу осмотр проведем вместе с представителями киа а ведь у кроссовера все-таки переделали ходовую увеличили ходы подвесок заднем на горы чашки теперь более длинные рычаги передние амортизаторы новые у них более толстый шток видим модифицированный карданный вал многие владельцы спортейджей жаловались на шумы подвесного подшипника а еще со слов представителя киа стало больше шумоизоляции при том увеличили жесткость кузова в обеих машин все это однозначно скажется на езде и на безопасности кстати у нас на тесте оптимой версии gt-line а вот у чистой gt-шки усиленные сарен блоки и электроусилитель на рулевой рейке они на валу вот теперь попробуем как все это поедет жень нажми-ка паузу прежде чем мы перейдем к ездовым тестам несколько мыслей здесь в студии главным испытанием у нас станет переставка хорошее трудное упражнение при том она прекрасно показывает возможности не только шасси но и вспомогательной электроники вот тут я замечу что если общеизвестно что над внешностью корейских машин трудятся европейцы то мало известно что и над ходовыми характеристиками тоже трудятся выходцы из европы и вот они жалуются что мол корейцы слишком часто обновляют модельный ряд с одной стороны понятно хочешь догнать евро машины нужно чаще обновляться но с другой подвесочники попросту не успевают нормально отстроить шасси довести его до нужной кондиции вот интересно почувствуем ли мы это на нашей переставке давай отжимай паузу проверяем давление в шинах и расставляем конусы мы создаем коридор где и будет происходить имитация объезда внезапного препятствия сбиваем хотя бы один конус все это предел разумеется попыток несколько вообще в этот день был сильный ветер поэтому записью звука проблемы задувает но не будем перебиваться музыкой все-таки здесь важно не только видеть но и слышать как поведут себя машины где будут срываться в занос или снос и как будет реагировать электроника оба автомобиля оснащенной системой стабилизации состав ее входит и анти букс но краткое нажатие на кнопку отключает лишь анти пробуксовку а вот чтобы получить полную свободу от электроники необходимо долгое нажатие однако до конца ли мы отключили и спи узнаем при том отключение электронного помощника мы позволим только александру как и нередко тесты шин и машин мы проводим совместно с нашим партнером автошколой водитель плюс поэтому с нами начальник отдела производственного обучения саша выступит своей роли профессионального водителя ну чего скромничать кандидата мастера спорта и так начнем давай саш садись за руль кроссовера твоя задача выжать из автомобиля все возможности по управляемости а электроника тут нередко мешает не зря люди от спорта зовут и спи не помощником а ошейником и пока этот ошейник включен начальная скорость у профи сразу 70 километров в час хорошо проходит притом отмечу что 70 километров в час это очень приличная скорость для кроссовера на переставке и раз спортыч показал себя очень уверенно то мы решаем что саша увеличивать скорость шагом не 5 километров в час а 10 а значит сейчас 80 километров в час эх полетел конус на выходе при том наш кмс сетует электроника мешает вторая попытка 80 километров в час теперь летит конус на входе и снова саша говорит что ему мешает электроника вот это про то что я говорил не помощница а ошейник а дергивает когда не нужно ну что отрубаем удавку и третья попытка ну вот на это стоит посмотреть в повторе разгон хороший вход коридор дальше за носом гасит скорость и выходит не задев конусы однако остудим горячие головы кто вожжелает отключать и спи послушаем что скажет мастер саш что скажешь про и спешку но мне с выключенной и спи как бы я лучше чувствую машину но если человек не подготовленный она осаживает принципе правильно то есть сам сама сбавляет скорость и неподготовленный человеку будет проще ходить ситуации лучше не выключать и лучше не выключают уйдет уйдет на тяжело на самом деле без спи тяжело то есть я просто понимаю как надо делать а если человек не понимает что нужно делать такой ситуации он может уехать сторону да может и на встречку и это может и наоборот вправо уехать то есть на поле теперь на сцену выйду я моя задача иная выступить как раз в роли рядового водителя поэтому электронику мне отключать нельзя и я ищу предел для среднестатистического автолюбителя поэтому начальная скорость поменьше 60 километров в час ну что пока все хорошо и предсказуемо вот хотел идти с шагом 5 километров в час но тоже прибавлю десяточку 70 будут интересно посмотреть повтор очень хороший вход ничто не предвещало срыва но выход занос и сбиваем и со спортом конус притом слышали виск шин это резко одернуло машину электроника попытка 2 те же 70 километров в час проехал но смотрю как саша зашагал в сторону конусов понимаю что нет какой-то улетел опять и выходной цепанул ну в общем то мне все понятно итог подведем чуть позже а пока пересаживаюсь в оптиму и так 60 километров в час их все-таки ликовушка приятнее и проще в этом упражнении после высокого кроссовера лепота и беззаботность хоть одной рукой рули теперь разгонюсь до 70 уверен проблем не будет набираю скорость есть 70 входим с оптимой в коридор поворот и выходим хороша чертовка вот за что я люблю ликовушки давим тапку в пол дальше 80 километров в час ух перехвалил что-то мне не понравилось как повела себя оптима на предельной для меня скорости посмотрим деталях а ведь получился приличный занус на выходе и главное электроника молчит ау ты где так что-то до этого такая понятная оптима вдруг стала мне чужой делаю более длинный разгон чтобы привыкнуть к машине и добавляя чуть-чуть скорость входа 82 километра в час ну вот гораздо лучше говорю и александру хотя входной конус конечно улетел но я хотя бы чувствовал машину и она мне подчинялась но в целом выводы мои двояки а пока александр садись за руль очень любопытно твое мнение совпадет ли с моим сначала делают парочку пристрелочных заездов при том на 80 оптима саше покоряется ну кто бы сомневался но далее кмс у предстоит искать прийти его тут саша говорит странную вещь буду делать шаг в пять километров в час это не уверен ухо ну посмотрим скорость входа 85 километров в час разгон вход конус выход занос и избитый конус и главное электроника опять не реагирует а ведь она включена расставляю наших оранжевых бедолаг что-то достается им от оптимы а саша между тем уже на старте и снова 85 километров в час нет однако во время разговора я вижу у саши тот самый блеск в глазах спортивная злость это хорошо 85 километров в час есть вот она злость спортивная однако это предел даже для него а 90 километров в час не может быть и речи итак итог по управляемости sportage нам понравился больше разумеется скорость переставки ниже но он предсказуемый и электроника настроена оптимально всегда работает там где необходимо при том машина оправдывает свое название спорт если предельная скорость обычного водителя около 70 километров в час то профессионал может позволить себе объехать лося и на 80 правда с отключенной системой стабилизации что любителям ни в коем случае не рекомендуем делать автолюбителям будет понятней оптима но они на предельных скоростях здесь она паяненько и молодец но стоит выйти на предел помните я сказал что подвесочники жалуются что не успевает довести шасси до нужной кондиции и если со спорта и ж мы этого не почувствовали то с оптимой да в пределе машина ведет себя как ей заблагорассудится а поэтому мы бы настроили систему стабилизации строже допускает много вольностей все-таки оптима это не спорткар и да как мы выяснили и спи даже будучи выключенной самый критический момент все равно сработает теперь что касается рядовых повседневных ездовых характеристик а ведь шумоизоляция у нового спорта действительно лучше и подвеску теперь не назовешь костотрясом она по-прежнему плотная но стало комфортней да и в целом поведение нового кроссовера тоже как и во внешности появились солидные нотки и при этом на полигоне отнюдь не асфальт бетон притом со стыками иногда весьма жесткими но обе машины показывают себя здесь комфортно я просто удивился от оптимы ведь она сейчас едет на достаточно низкопрофильной резине и при этом салоне чувствуешь себя комфортно отлично по моторам тоже все хорошо в нашей оптиме gt-line знакомый по машине предыдущего поколения атмосферник 2 и 4 но его под накачали почти до 190 лошадок как и везет спросите ну с учетом автоматической трансмиссии бодро паспортный разгон почти девять секунд до 100 альтернатива этому агрегату двухлитровые моторы турбированные 245 лошадок и атмосферный 150 такой мотор как раз на нашем спортейджи хорошо известен по машинам предыдущего поколения кстати автомата мы использовали в режиме спорт именно в нем они едут наиболее правильно в режимах эко и стандарт ну разве в пробках тошнить каков же итог стоит ли апгрейдить свои киа на новые кратко скажу однозначно стоит машины нового поколения стали лучше ставим если понравилось и помните что вы оцениваете не машины которые мы показали а наш сюжет рот фронт автомобилисты всех стран объединяйтесь жень вырубай шарманку а а